Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем из Иерусалима! Мы продолжаем изучать Тору. И очень важно, чтобы все учили Тору. Хорошо, дорогие друзья! Значит, все, все собираемся и продолжаем изучать. Изучаем мы книгу, которая называется «Хитас». И в этой книге вначале нам рассказывает Любович Теребе, как обрести небо на земле. Значит, есть сегодня третья дара. Третья дара Марбим Бесимха «Увеличиваем в радости». Мы продолжаем каждый день увеличивать в радости. Значит, у меня сегодня четвертый в моем списке. Ну-ка, я посмотрю, что у меня сегодня буду праздновать. Мой список моих жизненных достижений, таких, да, радостей. Я себе когда-то составил список, и на четвертом у меня... Я вот не помню, что у меня на четвертом. Посмотри, у меня, в общем, сегодня праздник. Я вам рассказывал, да, что можно 60 дней каждый день праздновать какое-то прошлое достижение. Значит, что нам говорит Любович Теребе? Как нам вообще улучшать свою жизнь? Первая идея, которую он говорит, сказал Альтер Эребе. Есть заповедь, заповедь есть в Торе, которая звучит так. Воавта лиреха камоха. Возлюби ближнего, как себя. Значит, возлюби ближнего, как себя. Эту заповедь Всевышний дал еврейскому народу, народу Израиля, когда вывел евреев из Египта. И, значит, еврей обязан. Бог дал ему обязанность любить другого еврея. То есть, всех людей мы должны любить. Мы должны любить Бога. Это отдельные заповеди. Но есть заповедь воавта лиреха камоха. Возлюби ближнего, как себя. Теперь, значит, говорит Любович Теребе, первый Альтер Эребе. Он сказал так. Да, к любому, ты его никогда в жизни не видел. Он вот только, он родился. Он маленький еще зародыш. И тем более, ты должен тех, которых ты знаешь. То есть, значит, что мы отсюда учим? Что любовь должна быть твоим ощущением по умолчанию. Она не за что-то. Она не ради кого-то. Она не потому что. Она потому что есть. Да, потому что это заповедь. То есть, нужно включить у себя вот эту вот заповедь любви. Теперь нам становится понятно, почему написано воавта лиреха камоха. Возлюби ближнего, как себя. То есть, если человек не любит себя, то он не любит других. Это понятно. То есть, человек, который даже себя ругает, обзывает, внутри себя говорит, ты тупица. То он, конечно, других тоже любить не может. Конечно, он будет других тоже ругать. А если он себя слишком хвалит, давайте подумаем. Он себя очень-очень любит. Очень любит. Прям нереально любит. Он себя любит. То что? Не будет ли это причиной гордости? Но тогда нам надо понять, что гордость это гордость. Любовь это любовь. Это разные два качества. Чем отличается гордость от любви? Гордость это если я считаю, что я лучше, чем другой. А любовь это если я принимаю себя. То есть, гордость это, как сказать, оценочная характеристика. Я горжусь тем, что я там что-то сделал. Я горжусь тем, что я себя наделяю ценностью за что-то. А любовь это стопроцентное приятие, принятие, приятие соединения без условий. Безусловная любовь. И тот, кто умеет себя любить без условий, он сможет также без условий любить других людей по умолчанию. Это очень важный совет. Теперь дальше. Дальше идея, которую говорит нам любая честная рэба в книге «Обретение неба на земле», она звучит так. Когда вы бежите от ответственности из одного места в другое, происходит двойной убыток. Вас нет в том месте, где вы должны быть. То есть, раз Всевышний поставил каждого из нас в какое-то место, в какую-то ситуацию, значит, Всевышнему виднее. Он же миром управляет. Он мир сотворил. Это весь мир его. Ну, теперь, раз я нахожусь там, где я есть, и я оттуда убегаю, происходит двойной убыток. Я не там, где я должен быть, и я там, где мне быть не следует. Представляете? То есть, происходит двойной убыток. Это продолжение вчерашней идеи, что сделай Иерусалим там, где ты находишься, что духовность должна быть там, где ты находишься, и копай, пока ты не найдешь связь с Всевышнему, там, где ты находишься. Конечно, вот, например, Яков Ицкак, он в Нью-Йорке копает и находит там, Дамир, партнер, находит связь со Всевышним в Казахстане, да. Ирисбек, Ирисбек, просто пока нас смотрит, тоже где-то он находится сейчас, Ирисбек, Ирисбек, да. Значит, скорее всего, это, может быть, там, Семен Абрамович, Семен Абрамович какой-нибудь там, Рабинович, да. А он Ирисбек, Ирисбек. Обычно Семен Абрамович и Рабинович часто подписываются таким именем, Ирисбек. Хорошо, и фотографию не ставят. Двигаемся дальше. Дальше я бы хотел сейчас перескочить, это у нас сейчас хитас на пятницу книжка, да. А есть еще на субботу. На субботу это субботний отрывок, да, седьмой отрывок недельной главы. И Светлана вот в Сургуте ищет Всевышнего, да, и делает в Сургуте Иерусалим. Здесь написано в, значит, в обретении неба на земле на завтрашний, ну, как бы, еще на субботний отрывок. Такая рассказывается история. Молодой учитель, начавший свою педагогическую деятельность в отдаленной общине и вскоре пожелавший бросить это место, чтобы быть поближе к Рэбе, выслушал от Рэбе отповедь. То есть он приехал в какую-то деревню, побыл там чуть-чуть учителем, преподавал Тору, и потом ему говорит, не, поеду я в Нью-Йорк, к Рэбе буду заниматься своим духовным ростом. Да, Ольга Рыбалка, шалом. И Рэбе ему сказал, Бааль Шемтов учил нас, что душа спускается в этот мир на 70-80 лет, лишь для того, чтобы сделать одолжение другому человеку, то есть сделать добро другим людям. Вы там всего несколько месяцев успели принести столько добра многим людям, и все, что вам хотелось бы, это бросить их, уехать оттуда. То есть он ему сказал, ты не должен уезжать, это твое место. И я хочу вам рассказать сейчас историю. Меня вот утром, она очень сильно, вот Всевышний в нужный момент посылает нужную историю. Она мне утром пришла, и я уже в телеграм-канале Ваикра ее разместил. Пожалуйста, вот подпишитесь, хотя бы ради этой истории. Я сейчас вам ее перескажу, а там есть видео. Значит, история такая. Вы знаете, что есть такая семья, зовут его Джонатан Поллард и Эстер Поллард. Значит, это еврейская семья из Америки. И он, Джонатан Поллард, он, значит, сейчас открою, как я вам переслал эту историю. И Джонатан Поллард, около 30 лет назад, он работал в Америке, в Министерстве обороны, в каком-то армейском подразделении. И он узнал о каких-то, там, что они против Израиля что-то делали, что-то собирались делать. В общем, он решил эту информацию сообщить Израилю. И он сообщил эту информацию Израилю, который был союзником Америки. Ну, мы знаем, что в политике союзников нет. В политике есть интересы, и когда это было интересно Америки, она помогала Израилю, когда неинтересно, не помогала. И, то есть, даже во время войны, когда фашисты уничтожали евреев, Америка не впустила евреских беженцев и детей не впускала. То есть, они даже евреских детей, которых могли спасти, Америка не впускала. Их просто отправляли обратно в концлагеря, где их убивали. Вот, поэтому Америка, друг такой условный для всех, да, и любая-любая политическая сила, она, прям у них есть такая основа политики, что в политике, друзья, нет, есть интересы. И, значит, когда его раскрыли, то его посадили в Америки и дали ему пожизненное заключение. Джонатан Поллард. Израиль много лет добивался его освобождения, и с Божьей помощью, слава Богу, он отсидел около 25 лет в тюрьме. Его отпустили. Еще пять лет ему запрещали выезжать из Америки. И год назад Джонатан Поллард со своей женой Эстер приехал в Израиль. Приехали они в Израиль, у меня даже есть с ними фотографии, я их встретил на улице, такие замечательные, два вот этих сияющих человека. Он 30 лет в тюрьме, когда сидел, он сделал чуву. И вот она, сегодня урок будет пускай Лейлу Нишама для поднятия ее души. Значит, она умерла буквально несколько дней назад. Где-то дня три назад она умерла. И Йонатан Поллард рассказал о последних словах своей жены. Это необычное, сильно трогательное видео. Там это видео есть потом, как он это рассказывал у нас на канале ВАИКРА. Я вам просто чуть перескажу. Значит, она умирала и уже была в агонии. То есть, она была в агонии. И тут, он говорит, она открыла глаза вдруг спокойно и взяла его за руку и смотрела вверх куда-то, да. Значит, и она сказала слабым голосом, очень слабым голосом. Моя Нишама, моя душа вернулась добровольно в этот мир для двух миссий. То есть, на английском она сказала, моя Нишама, моя душа была волонтером. То есть, она спустилась в этот мир для двух миссий. Первое, это привезти тебя домой. В Израиль. Второе, привезти тебя домой, как еврея. Эстер Поллард помогла мужу сделать шву. Учила его исполнению заповеди. Пока он сидел в тюрьме, она ему помогала стать религиозным. И она говорит, первая моя миссия была самая легкая. Вернуть тебя домой, то есть, вытащить тебя из тюрьмы, 30 лет он отсидел, была намного легче, чем сделать тебя религиозным, соблюдающим евреем. Он говорит, я не знал, плакать не или смеяться в тот момент. И она сказала, моя самая сложная миссия была убедиться, что ты вернулся домой, как еврей. Как соблюдающий еврей. Быть евреем, это не родиться евреем. Быть евреем, это жить как еврей, соблюдать заповеди, служить Всевышнему. И сейчас я закончила свою миссию, и я могу вернуться домой. После этого она умерла. Это были ее последние слова. Последние ее были слова. И дальше Джонатан Полвард, он сам продолжает. Я не знаю, кем она была. Я думаю, я никогда этого не знал. Но одно я знаю, у нее было очень много любви ко всем. И к этой земле, и ко мне. Ну и так далее. Значит, я вам советую посмотреть это видео. Очень трогательно. Очень трогательно. И оно нам как раз дает понимание, дает нам понимание о том, действительно, зачем приходит душа в этот мир. Зачем душа приходит в этот мир и дает нам понимание, что вот все дела, какие-то достижения и так далее, все это попытка на какой-то момент почувствовать себя чуть лучше. А любовь к ближнему, любовь, которую человек проявляет, помощь, добро и так далее, это простой прямой путь, прямой простой путь сделать хорошо и себе, и ближнему, и Всевышнему, и вообще всем. Вот. Теперь давайте мы вернемся к изучению Торы. Потому что если бы мы не изучали Тору, мы бы не знали бы, что вообще такое хорошо, что такое плохо, как помочь кому-то, как не помочь. Бывает, что человек хочет сделать добро, а по факту делает не добро. Значит, вот мы узнаем из Торы, как все работает. Значит, сегодня у нас в недельной главе рассказывается отрывок, кусочек о том, как сделать жертвенник. Жертвенник – это, ну, казалось, очень непонятная вещь в храме. Всевышний сказал на жертвеннике приносить в жертву животных, коров, быков, вернее, быков, баранов, козлов, каких-то животных. Есть жертва – голубя приносят. Есть виды чистых животных, которых приносят жертву. И это непонятно, вообще непонятно, зачем это в храме Бог, любовь, духовность. И тут, значит, жертвоприношение. И в храме, тут интересно, что вот в святая святых стоял только ковчег. Потом в святая, как бы, да, святое место, там стоял светильник, которым зажигали оливковое масло. И был жертвенник такой маленький золотой, на котором делали воскурение, какие-то специальные травки, их поджигали. И был стол такой, шулхан, по ним это там клали специальные хлеба, да, специальные хлеба, которые потом съедали священники, коины. А дальше уже, дальше стоял жертвенник. Он не был внутри в святая святых, он не был в святая, он был уже в менее таком святом разделе храма. И он был медный, я сейчас не буду рассказывать детали, какой это был жертвенник, но вот есть идея такая, которую отметил как раз Любавич Стеребе. Значит, он говорит нам следующую вещь, что вот этот вот жертвенник, алтарь, находился во дворе за пределами самого передвижного храма, Мишкана. И в нем приносили животных трех видов, быков, баранов и козлов. Эти животные олицетворяют проявление животной составляющей нашей личности, да. Оказывается, внутри у человека живет внутренний бык, да. Что такое внутренний бык? Это склонность к противоречию, сопротивлению указаниям божественной составляющей нашей личности. То есть, есть душа, она от Всевышнего, есть внутри вот этот внутренний бык в теле, да, который сопротивляется и идет против Бога. Есть внутри баран, да, я не знаю, у кого чего больше, у кого-то быка, у кого-то барана. Баран – это склонность к конформизму, стремление быть как все, тяга к земным удовольствиям, порождаемая неспособностью подтвердить делом свою божественную природу. И, наконец, козел. У кого есть внутренний козел, сразу же узнает этого козла. Это проявление упрямства. То есть, у каждого человека живет внутри три вот этих вот внутренних животных. И когда мы приносим в жертву внутренних животных, отказываясь от скотского отношения к жизни, мы как будто бы их кровью окропляем жертвенник и кладем на жертвенник их жир. То есть, мы, это все метафоры того, как человек, у него есть выбор. Или он живет для того, чтобы есть и укреплять свои внутренние животных, да. И он, значит, жирком обрастает, он все время хочет там что-то пожирнее поесть, там все. Значит, вот у него, жизнь его – это вот эти вот внутренние животные. Или, наоборот, он их приносит в жертву ради своей души, ради своего духовного развития, интеллектуального развития. Значит, наконец, мы сжигаем, в конце есть жертва всесожжения, мы сжигаем внутреннее животное на жертвеннике, когда позволяем божественной составляющей нашей личности использовать в святых целях наши животные порывы. То, что жертвенник находился за порогом мешка на стине, означает, что очищение животной составляющей нашей личности является необходимым предварительным условием, чтобы войти в мир святости и божественного сознания, которое олицетворяла сама стине. То есть, вначале человек должен свое животное, как минимум, обуздать и поставить его на служение своему человеку, своему интеллекту, своей душе. Потом, потом он может заходить уже в храм, заниматься духовностью, молитвой и так далее. Вот такой вот порядок. Очень интересная идея, которую подчеркнул Любович Теребе. Теперь, как это самоустроено? Был он большой, например, жертвенник был пять локтей, он был пять на пять локтей, квадратные, и покрыт медью, он был внутри полы, там целое есть, это как некий, на что это похоже, да, на что это похоже. Возьмем на сегодняшний день операционную, да, какая-то операционная. Там много разных приборов. Этот прибор качает кислород, этот прибор качает кровь, этот меряет давление, этот там что-то впрыскивает, какие-то еще лекарства. Этот час уже делают же операции, роботы такие, да, там камера, там это. То есть строение храма и точное детальное выражение, как он должен выглядеть, имеет это все отражение духовных миров. И когда работал вот этот вот механизм, то действительно в храме происходило невероятное приближение ко Всевышнему. То есть у человека включались его там духовные силы, он очищал свою душу от каких-то духовных проблем и так далее. Мы сейчас находимся уже в, ну, совершенно в другом состоянии. Например, вот я могу сказать по себе, есть люди, которые любят музыку. И люди, которые любят музыку, они когда слушают музыку, они слышат там каждый инструмент, какие-то они изменения какого-то фона, тона и так далее. А я слушаю музыку, я вообще не слышу там ничего, то есть шум какой-то идет, да, потому что я в музыке не понимаю, то есть мой слух, он к музыке вообще не приспособлен. То же самое духовность. То есть человек, который, он свою развивает только свою животную составляющую, и в интеллекте своем, он просто прикрепляется к производителям голливудских фильмов, или там, ну вот он смотрит все время какой-то инстаграм, какую-то, какую-то, вот он, он, как бы свой интеллект, он отдал кому-то на самые простые действия, да, то есть нет никакого ни напряжения, ни изучения, ни размышления, ни создания какого-то длинного, знаете, когда человек, например, он учит что-то наизусть, то он, как будто бы мышцы качает, да, он может вспомнить какие-то вещи. То есть это все называется напряженная интеллектуальная работа. Есть напряженная духовная работа, есть работа по выполнению заповеди. Вот я сегодня с утра, например, пошел в магазин, да, сам лично пошел в магазин, купил вещи для шабата разные. Я иду и думаю, вот мне тяжело, я не успеваю, мне надо еще там к уроку подготовиться. Потом думаю, нет, смотри, я сейчас выполняю заповедь Всевышнего подготовка к шабату. То есть я сейчас иду, мне тяжело, я там несу эти сумки. Это, в принципе, с точки зрения логики абсолютно бессмысленная для меня работа. У меня есть множество действий, которые мне приносят там деньги, я должен их сделать. То есть я высококвалифицированный, как сказать, специалист, да, а я выполняю простую работу. Но я в этот момент подумал, что важнее всего? Шаббат, заповеди, служение Всевышнему. Вот сейчас я выполняю самое важное свое дело за эту неделю. Урок Торы и так далее. То есть это работа, и чем ты больше включаешься в эту работу, а включиться ты можешь только через напряжение. Потому что если мы посмотрим, в какие моменты человек включается на 100%, включает свои силы, включается осознанно, да, в момент, когда у него есть напряжение, когда ему надо что-то преодолеть. Если мы сами не включаем это напряжение в сторону духовности, то Всевышнему приходится нас включать через страдания. Потому что в падающем телефоне, в падающем самолете нет атеистов. Все молятся, все кричат. В больнице я не видел людей, которые не обращались бы помолить из-за меня и так далее. То есть все в момент неприятности включаются в духовную работу. Так зачем ждать? То есть можно включиться самостоятельно. Все, я желаю всем шаббат шалом. Я желаю всем найти, вот заповеди же делать на самом-то деле проще всего. Нужно просто намерение включить, я хочу служить Всевышнему, узнать, что можно сделать. И с намерением служить Всевышнему сделать одна строчка Торы, одно благословение, одна молитва, одно доброе дело. Но с намерением, что это заповедь Всевышнего, просто переносит на следующую ступень духовности. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов, божественных благословений. Кому надо, рифа шлама полного благословения. Я прошу, чтобы было рифа шлама Борух бен Сара, чтобы он выздоровел. И рифаат анефш, рифаат агуф. Он как раз вот 50 на 50, у него состояние, врачи говорят, 50 на 50. Или выживет, или не выживет. И уже это долго длится. И вот иногда и думаешь, я когда сейчас, сегодня прочитал вот это, как умирала Эстер Поллард. И она говорит, что у меня была миссия, да, в этом мире, чтобы ты начал соблюдать заповеди, чтобы ты вернулся в Израиль как еврей. Я миссию выполнил, а я ушла. Может, Всевышний ждет какой-то вот момента какого-то, да. Он дает каждому возможность, ляхзор бычува, вернуться ко Всевышнему. Все, удачи всем и успехов. Счастливо, шаббат шалом.